Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии на десятерых Seedmare Civilization 6 за Конго. Напоминаю, играю я с иностранцами, так что английского будет много, и если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео, лучше смотреть начинать с самого начала. Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу, и кстати, большое им спасибо за поддержку. Приятного продолжения просмотра! Субтитры сделал DimaTorzok Ну один ход я уже там как-нибудь сброшу. Так, здесь я покупаю 800 золота, они будут стоить. Каждый археолог, но их надо купить. Оставляем здесь место для аэропортов, все никакие районы здесь не буду строить. Торговца можно, кстати. Раз уж такое дело. Флотоводец. О, предоставляет бомбарду с одним уровнем. Слушайте, это, кстати, в тему. Мне там как раз... А, уже... Нет, уже не надо, по-моему, две... Нет, две бомбарды надо. Одну я могу апнуть? Из катапульты. О. И одну мне сейчас даст этот парень. Для пока постоять. Он на какие юниты работает? Возрождение и промышленные эры. То есть, как раз то, что надо. О, кто-то начинает играть с кореей? Никто? С чего? С кого? Я не могу ничего делать против... Я не могу ничего делать против кореи. Один тайл-пасс между нами. Да. Это должно быть кто-то другой. Кто-то, кто-то имеет больше доступа к борьбе с ним. То есть, в Корее где-то тут, я так понимаю. Раз голландец говорит, что... Или ты не голландец говорил? Ну что, проатакуешь мой капер? Капер. Так, значит... Тут мы... Опять повышение. Ну, начал грабить все-таки. Хоть что-то начал грабить, а то стоял себе. Так, значит, здесь, во-первых, скидка на улучшение юнитов. Только в деньгах мне надо, в ресурсах не надо. И... Первый посол. Вот так мне надо. Все, теперь у меня что-то за один ход надо открыть. Вот. Морскую традицию. Тут, значит, апаем до полевой пушки. Еще два посла. А мы еще и в темный век вышли. Отлично. Здесь покупаем археолога первого. Это отправляем в неймеген. Ну, что, он не будет тут меня? Мне ничего делать, что ли? Когда мы тебя пообстреливаем, чувак? Да, блин! Убил таки, а? Тварь. Сидит, ждет, главное. Такая вот тварина, а? Ну, я тоже буду сидеть, ждать. Я пытаюсь, потому что у тебя опасно. Так что я не люблю. Ну, кто ты говоришь? Ты просто спил в ночь в мою землю. Какого проекта? О, спустя, ты не в России, окей. Нет, я не в России. Ну, давайте за проект Манхэ. Там, правда, я по науке не первый явно. Ну, тут за меня проголосую. Так, что мы делаем с проектами? Мы будем закрыть его нукерарные возможности? Это, кажется, очень хорошая идея. Да. Открывай билд нук. И давайте открываем его сооружения. Продолжение следует... Why is everybody going to be a hater? ...поинт to enter. Потому что вы будете... Потому что вы будете... That's why. Is that a problem? We're going to make you... Actually, like, work for it. That's usually how it works. Whoa, 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 whoa. Ри has the highest score. So, why aren't you... ...пicking on him? Maybe he's going to win. Because the two of you guys... ...are not going to duke it out. And I don't see him really beating you, science-wise, etc. He's smart. Considering you're almost at 400, you're double. Well, they're talking about the counter. Mr. Korea is like getting close to 400 science per turn. Well, yeah, there's 360 science already. It's crazy. Science is overrated. Science is overrated. Well, I don't... I don't know... It's clear that it's because of the project. Because usually, if... He doesn't even found Baloney. Может, there's a kind of country, a science-wise country. Хотя... Ah, no, he found Baloney. He doesn't have a science. But, nevertheless, even in such a way, 359 is already a lot. It's just a lot. He doesn't have a project. То есть, ему не надо строить армию, типа такого. То, что я вот... Мне пришлось сделать в начале, да, у нас одинаковые силы. Но одно дело, когда ты раньше вышел в эти юниты и построил их там, апнул, совершенно другое, когда в самом начале тебе приходится строить юниты. Ну, и все потому, что вот у меня тут это принято. Не расширяется у Кореи. И два очка Индонезия получила. Все, хана этой пушки. А, нет. А, нет. Еще нет. Так. Серьезно. Вот ты прям так ее убить хочешь. Я не знаю, как у меня был. Я... Я буду трогать. То есть, я, конечно, мискликнул, но... То, что он делает, просто какой-то мрак. Так, меняем, значит, здесь. Да. Давайте макиялизм, кстати, сделаем. Или нет? Блин, я хочу и то, и то. Я все хочу. Спасибо большое. Что ты нужна? Это дает пил. Все мои вещи получаются для пил. Хорошо. Так, что у нас тут дальше? Пошли в урбанизацию. И ты получаешь два сеттера? Два сеттера. Нет. Ты получаешь сеттера? Нет, извините. Нет, это было... Нет, я не вижу. Это было... Статья свободы. Зачем. Да, блин. Я промахиваюсь по кнопке постоянно. Друзья, где угодно? Возвращение. Где Конго? Конго... Кого ты? Кого ты вопрос? Русская спросит. Поехали! Ну, это маленькая ... Всё по мне снизу! И до сна... но он как и по моему позже меня грузится так что я просто смогу ему эти юниты убить раз он так играет сам так надо было эту пушку несчастную замочить а так ну нет блин вот ему все юниты надо поубиваться от меня покупаем еще одного археолога и нам бы вообще наверное так шпионов построить шпиону а я уже строю два хода больше нельзя на жаль пусть и может мне две верфи вот мне еще две верфи надо купить мне надо купить две верфи они 470 по моему стоит или 480 что такое 580 о блин давай давай стреляй убивай меня полностью ну то есть этот умирает до высора этот кстати тоже умирает зачем эрмитаж банджак виду фабрику надо да тут надо фабрику построить и здесь я бы фабрику построил блин хватит хватит ли тут на аэропорт хочу здесь аэропорт тоже строить если я гавань построю я не уверен она зря я гавань тут строю зачем тут верфи по своими их покупать надо ну давай прогружайся игра блин все сдохло ты рад комрад то есть я понимаю что он убивает мою но он и теряет свои юниты зачем зачем то есть и 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 4 4 красота так дальше проблемы начинаются нету мест для раскопок больше придется туда куда-то идти это для фабрик а зандибар что дает у зандибар кстати хорошая это 6 довольство но многовато надо туда отправить так давайте я тут куплю верфь еще надо 580 чтобы еще тут верфь купить для пока авиация там радио и и у меня у мауре единственное где могу что-то нормально тырить это и и и и и и и Да, этого туда надо отправлять, к сожалению. Субтитры сделал DimaTorzok Можно аэропорты строить. Тут нет особо плоских холмов. Давайте отремонтируем пока мастерскую. Тут уже жилья не хватает. Тут, кстати, тогда бандзу надо строить. Причем вот тут, судя по всему. Блин, не хочется так деньги тратить на самом деле. Надо. Сверхи надо купить. Табак у Маури. Все есть. Блин, недовольство сколько уже. Да, мне надо удовольствие где-то искать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Спи! Спи! Ты нашел мою спи! Ты нашел мою спи! Дай мне половину денег, я не знаю. Нет, я нужна... Я нужна моя деньги сейчас. Дай мне стимулатер. Окей. Мне надо 580. Чтобы верфь купить, еще одну. Вот здесь. 50%. Я думаю, это право. Сколько ты взял? Извините, я не слушаю тебя. Скажи 1$. Скажи 1$. Скажи 1$. Скажи 1$. Скажи 1$. Скажи 2$. Скажи, Алекс, скажи 2$. Окей, 2$. Нет, я нужна около 600. Так... Я просто не могу... Я просто не могу тебе больше, чем у меня. Аэродром. 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 Нафига я тут мбанзу строю? Давайте тут аэродром сначала. Вообще пока мбанзу не будем строить здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот тут, конечно, надо фабрику тоже. Блин, тут, наверное, даже раньше фабрику надо, чем верфь и угольную купить потом. И здесь угольную после... У меня только один уголь. Вообще, где он? Нафига мне показывают где-то там уголь? Почему не рядом со мной сначала? Блин. Ты сделаешь кольтро? Я считаю, что ты сделаешь, Россия. Конечно, мы сделаем кольтро. Хорошо. Блин, здорово. Ну вот уголь, да? Откуда я такой уголь получаю? Я не пойму. Это какая-то бонус. Я пока имею один уголь только. Все. Причем он не на моей территории, а откуда-то капает. Может, с города-государства каким-то образом. Не понимаю. Серьезно, непонятно. Эээ, а кто тут? А, блин. Какалось, на угле было этот. Так. Три хода до алюминия. Что? Ты сказал, нет. Так. Да, три хода до алюминия. Я буду снять кольтро. Окей. Я просто хочу снять кольтро, если он будет. Да, это нормально. Две бомбарды. Куда мы дальше пойдем? Вообще, я бы открыл охрану природы для алюминия. Давайте, может, сейчас Маури мне даст шпиона за соточку. Маури, я вам отправил свой договор. Так. Угольную я хочу, наверное, в банди конга. Наверное, у него. Здесь. О, что там я? А, он согласился на моего шпиона. Да, спасибо. Ты хороший алюминия? Ээээ... Собственно. Что, строить ангар, не строить? Наверное, можно построить ангар. Что мы тут можем поменять? Пожалуй, ничего. Пожалуй, пока так оставлю. Пожалуй, ничего. Пожалуй, пока так оставлю. Я тут хочу театралочку поставить, да? Да. Неларун. Это Неларун. Моя город. Уху-ху-ху-ху. Что значит? В Австралии. У них одинаковые цвета. А я так понимаю, что они и в союзе. они в союзе вражеский шпион тырит золото у меня так первый корпус второй корпус я еще одну мушкетера сделаю спай так а чё тут боже кто там кому воины объявляет так 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 здесь тетралочка пошла лавента что ли а нет перекупили наоборот ясно садную тактику ускорили блин мне надо какие то ресурсы с кем нибудь где там оливки у венгрии а и и и и и и и и Рэй, ты здесь? Привет, кто-то меня зовут? Да, я отправил тебе дил, пожалуйста, принимайте деклайн Извините, я не сказал, что я спам на депрекации Да, но тут, видите, лидеры Россия, Индонезия, Корея, Венгрия и Австралия Но я как раз в том месте, где все аутсайдеры Я надеюсь, что я этих аутсайдеров позабираю Особенно я начну, конечно, хочется верить с грека Правда? Вы можете отправить дил еще раз, или он просто исчезает? Я не... Ты уничтожил мой дил, поэтому почему я должен отправить дил еще раз? Нет, не уничтожил, я даже не знаю, что ты уничтожил, я просто кликнул И на момент, когда я кликнул таранрор, и я не могу даже видеть Окей, окей Я снова отправил его, пожалуйста Посмотрите, это Дил Маори, что такое культурная альянс, а не экономная? Сколько лет? Я не нужна денег Окей Давайте сделаем культурная альянс М. БД, ты там? Да уфигасе где он поселился интересно мауре конечно расселился ничего не могу сказать я не нашел Купа что я только могу один торговый путь отправить а вот нет больше могу надо отправлять так вообще отовсюду могу уже к мауре отправлять отлично это то что надо ну как бы грек он может выйти конечно в стали варенье видите тут в моде зенитная пушка намного раньше находится а хрен он он еще только здесь где-то в нарезных стволах то есть он не успеет построить столько зениток чтобы отбиться от меня только если у меня будет алюминий конечно как раз следующим ходом исследуется радио идеологии не давайте так и демократия корпус 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 третий готов все ускорили классовую борьбу и мобилизацию бандзаконга дефицит энергии ну мне надо одну угольную электростанцию вот здесь наверно купить или построить так уж и быть все лавенту перекупать а что лавента дает что он так за нее я грек имею ввиду гигантские головы ну в его случае мне кажется это не не особо блин десять ходов мне бы в героический век как-то выйти без шансов ладно эти угольную тут строить и угольную тут строить но у меня только один уголь идет то есть мне надо у кого-то уголь купить так а давайте аэродром здесь сделаем почему и нет собственно ой фрегаты варварские блин это был мисклик е-мое ну давай уголь ой уголь алюминий пожалуйста пускай у меня будет алюминий хотя бы два месторождения этого выше крыши мне будет давай алюминий алюминий приди ко мне алюминий приходи ну в принципе вот этого уже достаточно да и опять же у меня какой-то плюс один алюминий капает я не очень понимаю откуда это не хочу я три биплана создавать так а где у нас еще было а вон уфтеатр доделывается пушкина ну известный конголецкий поэт александр сергеевич пушкин вообще не удивительно а а а а а а а и и и и и и и и Вау, это будет кетчап и сайенс Как это что? Так много других людей, которые сейчас имеют высокую сайенс Ладно, давайте мы в сервиские гранты пойдем Надо пелпос Тут надо исследовательские гранты Да, так города повырастали, что не хватает счастья 17, 15, 14, сравните с греком, да? Просто, ну или с голландцем Но понятно, что там у людей тоже большие То есть это наука не только за компуса Больше всего науки все равно за жителей идет Торговый путь Энергетическая отрасль появилась Приношу электричество Частично Работа, ну били скаута, к сожалению Этот фрегат долбанный О, окей, я уже готов 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 Я не могу, я не могу, я не могу. Нужно меня закончить с дачей. О, у нас один turn. Я сделаю это. Это мой turn. Ты сейчас атака меня? Твиста, твиста, твиста. Изменяю церковь. У меня есть дача. У нас один день прямо в нём. Один день в нём. Служья- Команат. Сейчас. У меня есть дача. Да, я просто буду использовать дача. Я не могу использовать culture. Мы можем проверить, что-нибудь еще. А, окей. Ну, это не важно. Я последний. Я 8 points от Рангна. Рангнар, который раздается в моей стране. Дальше. Кстати, интеркейлер, почему ты так плохо в разработке? Незерлендс – это великое дерево для… Второе время я играл. А-а-а. Ну, то есть Голландия… Голландии не нужны горы. Голландии нужны реки. У него, в его случае, реки есть. Для отличного развития. Плюс у него есть, вон, болото для его этих… Незерлендс, конечно. Ну, мне нужен истребитель в любом случае. Бомбардировщики. блин пока этом подавал заявки он не тут копейщиков убил так давайте-ка я поставлю на накопление алюминия нам еще остался от войны явно идет блин совсем забыл об этой хрени до минус 4 более и и и и и и и так выжженная земля мобилизация идеология демократия аэродром построен но тут фабрика влияет же до ангар строить или гавань эти наверно гавань следующим ходом самолеты что я пока отложу строительство вот здесь надо что-то построить археологический до 516 517 венгрия и корея хороши ну у меня план как бы забрать грека потом забрать голландца и надеяться что они там друг друга в ядерном угаре будут как-то выносить из тех кто рядом со мной маури никакой как видите там индонезия с русскими знаю чем занимаются так ну что начинаем самолетики строить здесь бомбардировщик здесь я куплю просто истребитель наверно дорого ну следующим ходом куплю ладно но я три самолета могу содержать начни еще один тогда давайте самолет строить еще один бомбардировщик 6 ходов когда лучше два раза здесь бомбардировщик построить так вот этого художника мне точно уже негде использовать пускай пока постоит серьезно бежишь сюда юнитами какими-то нахер нахер вот садиться играть ффа если ты дуэльный игроку а сколько нам 6 ходов не буду я пока ничего то хотя бы бонусы для гавы не могу поставить чтобы производство побольше было давайте наверное поставлю вот это можно убрать пока давайте поставлю учетные банки немножко припадет наука я понимаю но я тоже все что мне надо я открыл на данный момент надо нефть открыть теперь успел ли я шпиона снарядить сколько у него интересно 172 ну и в помощи могу поучаствовать вот так сделаем ух как все открылось то все что ли приняли участие против а гуманитарная да это тоже принялось прикол вся карта сразу открылась хрена себе тут венгар а корея с другой стороны от грека понятно так покупаем тут истребитель класс конечно не хочу с ним уже дружбу заключать о я вышел героический век очень много чудес нашел сразу благодаря этому отлично это все просто здорово так так тут в уране уже люди блин кто-то мне вот угля например подсобит с углем кто-то мне вот угля например подсобит с углем астралия please look the deal фигасе тут петра среди какая охренеть да да давайте тоже аквапарк здесь вот чужие него есть то есть 追加 вот бур это получается см цель по моему они хотят игру завершить у меня такое ощущение ощущение да мы деда вывели the roll over what вот сиси по сиси вот ну давайте ну венгрид конечно офигительные 688 это на плюс 4 кампуса этот на плюс 3 кампус на плюс 4 кампус на это не венгерский всего на плюс 2 кампус но с другой стороны у него вот где столица стоит то есть это не у горы начальное но это вот это вам пример что человек сидит в начале игры ему не надо беспокоиться о его соседи который не дружбу не заключает ни хрена ему не надо строить юниты он спокойно расселяется на меня на четвертое место типа ставят то есть они хотят закончить игру не дали мне грека забрать в итоге сидит чувак у тебя куча места для расселения ты можешь делать все что хочешь вот тут место тут заключить дружбу будь союзе нет он вместо этого полностью изображает что хочет со мной воевать постоянно наращивать войска мне приходится юниты строить в то время как другие расселяются спокойно себя чувствует он у австралийца ему никто не мешал расселиться ведь и у него единственный соперник горландец был он с ним заключил дружбу спокойно расселялся венгера тут вообще нету просто тут сосед кри но он за горами находится так в принципе они очень неплохое место было можно можно было бы даже дальше что-то пытаться сделать потому что эти два лидера они рядом друг с другом корея и венгрия они могли бы тут ядерками бросаться могли бы наверное по пути кри распилить скорее всего ну давайте размышлять что я мог здесь сделать лучше конечно проще было бы забирать голландца у которого в одно время вообще не было никакой армии и он в принципе хуже развивался чем все остальные но когда ты имеешь под боком наращивает армию и всячески изображаешь ну хочет на тебя нападать то как-то нападать на кого-то другого не очень хочется кроме того голландец в союзе был если бы я был в союзе с греком я бы мог напасть на голландца так как грек почему-то не общался дружбу не заключал союз соответственно армию жалуемые границ всячески то вот ощущение что он играл против меня соответственно когда все остальные играют ффа у тебя сосед играет дуэль против тебя то победить по моему невозможно только если ты намного его превосходишь чтобы просто вынести и успокоиться можно было наверное попробовать на своих уникальных юнитах на него напасть но у меня было слишком мало железа для того чтобы апгрейдиться я всех по привычке 5 цивы импи называю к к тому же у грека в это же время был его уникальный юнит но мой уникальный им против его имеет бонус поэтому в принципе можно было попробовать повоевать против гоплитов дальше может кто-то скажет что я слишком слабо подготовился когда я объявил войну греку но я и опять же не собирался вкладывать все свои усилия на захват грека потому что если бы я даже усилился если бы я там не сколько было 5 мушкетеров да там настроил 10 их или 12 то все равно это не позволило мне забрать полностью грека он шел чисто по военной ветке чисто чтобы защищаться от меня полностью а в то время как все остальные спокойно сидели развивались и шли по ветке развития это видно количество науки в венгрии в австралии у кореи поэтому если бы я был уверен что все остальные там будут до конца биться там друг против друга то можно было бы вложиться вот так в армию захватить грека и к тому же я тогда бы просто волной бы еще и на голландца бы пошел его тоже захватил но получилось как получилось ваши соображения на этот счет надеюсь почитать в комментариях а на этом все играйте в умные игры на этом пока все спонсоры канала продолжение могут увидеть уже прямо сейчас во вкладке сообщества для всех остальных она появится завтра спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока